Тамаси-гири. Слово Тамаси-гири можно перевести как пробный удар мечом. Тамаси по-японски означает тестирование, проба, а кири – рубящий удар. Это тестирование остроты клинка путем разрубания специально подготовленной цели, обеспечивающей сопротивление, близкое к сопротивлению человеческого тела. История Тамаси-гири берет начало в 12 веке. В то время оно использовалось для испытания рубящих и колющих свойств копии мечей на доспехах и шлемах. Идеалом кузнецов-оружейников было ковать лезвия, настолько крепкие и острые, чтобы они могли разрубать шлемы и доспехи. В то время как изготовители доспехов стремились делать свои изделия настолько прочными, чтобы они могли защитить тех, кто их носит. Это постоянное соревнование, несомненно, стимулировало совершенствование мастерства и техники как тех, так и других. В более позднее время Тамаси-гири стала проводиться как форма казни приговоренных к смерти преступников, а также служила средством обучения тому, как убивать без колебаний. Теперь о том, как держать меч. Имеется в виду, как технически правильно держать меч в руках. Тут должно быть место, куда может поместиться мячик от пинг-понга. Тут один или два мячика, в зависимости от того, какая рука. Большой палец соприкасается в этом месте с указательным пальцем, так как при рукопожатии. Но не так. Так можно держать меч при Тамаси-гири, потому что нужно держать очень крепко. Но проблема в том, что запястья при этом очень закрепощенные. При правильном же хвате запястья могут работать. Держим меч так, как будто выжимаем воду из белья. Таким образом. В наши дни цели Тамаси-гири не столь кровожадны. Они заключаются в том, чтобы, во-первых, испытывать рубящую способность меча. Во-вторых, приобретать опыт нанесения ударов по плотным целям, воспроизводящим сопротивление человеческого тела. И, наконец, чтобы улучшать тайминг, дистанцию, угол удара и хват меча. В качестве объектов для Тамаси-гири, как правило, используются макевары, бамбук, а также бамбук, обернутый макеварой. До 70-х годов прошлого века макевары представляли собой снопы рисовой соломы различной толщины и плотности. Сегодня же чаще всего используется верхнее покрытие соломенных татами. Называются они татами омотэ и похожи на пляжные подстилки. Я очень хотел тренироваться в школе, в которой изучают технику фехтования стоя. Поскольку многие школы тренируются в позиции сидя, мне это казалось немного странным, потому что в истории человечества никогда не было армии, которая бы воевала сидя, даже в Японии. Мне это казалось довольно непрактично. Кроме того, это очень сильно нагружает коленные суставы. После долгих поисков сенсей Томаш Петркович остановил свой выбор на школе Тойяма Рюбаттудо. Тойяма Рюбаттудо – изначально небольшая подсистема техник выхватывания меча, созданная для офицеров японской императорской армии. Использовалась как часть программы обучения в военной академии Тойяма, основанной в 1873 году. Тойяма Рюгунтосохо, или армейский метод использования меча, был создан и стандартизирован в 1925 году, в ответ на опасения, что офицеры японской армии, действуя в боевых условиях, не смогут в случае необходимости эффективно выхватывать и использовать свои мечи – гунто. Армейских офицеров учили использовать гунто при помощи семи техник Бато, взятых из старых школ. Моим учителем по Тамсигири является действующий президент Всеяпонской Федерации Баттудо, мастер Митсуо Хаттая. Митсуо Хаттая – президент Всеяпонской Федерации Баттудо. Девятый дан Баттудо – прямой ученик Тайдзабуро Накамуры. Это один из крупнейших экспертов в области самурайского меча, и благодаря ему я также смог развить свое мастерство. Думаю, что в Тамсигири я и инструкторы школы, которую я создал, являемся одними из лучших в Европе. Мы можем выполнять удары, которые могут выполнять немногие японские мастера меча. Конечно же, это требует практических занятий хорошего учителя. А мне выпала великая удача. Я встретил мастера Куботу, а позже в Баттудо, японском фехтовании, мастера Хаттая.